Продолжение следует... То есть, все выглядит так, что Варданян вместе со своими миллионами, нажитыми в России, сбегает из этой страны и вполне логично должен быть назван предателем, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но что же мы видим на самом деле? Российские миротворцы, подчиняющиеся напрямую приказам из Москвы, легко пропускают его в Карабахский регион Азербайджана, который находится в зоне их временной ответственности. Пропускают и позволяют делать заявления, записывать видеообращения, которые затем расходятся по российским СМИ и соцсетям. Слишком многое указывает на то, что Рубену Варданяну в Армении предназначается та же роль, что и Бедзине Иванишвили в Грузии. Каким-то политтехнологам пришла в голову, как им кажется, блестящая мысль – десантировать в Армению Варданяна, который создаст там партию, ну, скажем, армянской мечтой, свалит ненавистного Пашиняна с его сарасятами и добьется от Армении должного послушания. При этом вводить Варданяна в армянскую политику решили через Карабахскую дверь, считая эту тему для армянской аудитории беспроигрышной. Антироссийские настроения в Армении растут, и поэтому свалить Никола Пашиняна в Москве мечтают многие. Пашинян, конечно, не выводит Армению из ОДКБ и Евразес, отправляет армянских земворов в состав российской миссии в Сирии, а истребители Су-30СМ на украинский фронт. Но эта лояльность скорее вынужденная. При этом нынешняя пророссийская оппозиция в лице Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна вызывает у граждан Армении слишком сильную неприязнь. Ставка на них явно не оправдалась. Но оправдается ли ставка на Варданяна? Вот в чем вопрос. Во-первых, после шока от разгрома и капитуляции, цену играм в Миацун на улицах Еревана представляют себе куда лучше, чем того хотелось бы устроителям новой авантюры имени Варданяна. А во-вторых, и в главных, у Варданяна в реальности очень мало шансов сыграть роль спасителя Арцаха. Такого, который может заменить небезызвестного Ливона Айрапетяна в роли кошелька карабахских сепаратистов, создать рабочие места и поднять уровень жизни. Кстати, напомним, что на эту роль уже пытались подписать сам Вела Карапетяна и других российских олигархов армянского происхождения. Дело в том, что бизнес просто не пойдет в зону временного размещения российских миротворцев с неясным статусом, с более чем неясными перспективами и нарастающим внутренним напряжением. Сегодня в Карабахе не работают даже сотовые провайдеры. Как оформить инвестиции? Куда и по какой ставке платить налоги? Под какой маркой продавать продукцию? Как проводить банковские транзакции и как при этом не влететь под азербайджанские судебные иски? Все это вопросы, на которые нет и не будет ответов. А значит, не будет ни рабочих мест, ни прибыльных коммерческих проектов. О чем вообще можно говорить на территории, где по выражению местных острословов, вся экономика – это стирка портянок российских миротворцев. Тем более нет шансов нажиться на грабеже захваченных азербайджанских территорий. В таких условиях Варданян может проворачивать вместе с Араейком Арутюняном коррупционные схемы, но не более того. При этом на аппетиты Араейка и его команды не хватит даже миллиардов рубя на Варданяна. И, наконец, перед тем, как громко разглагольствовать о переезде в Ханкинди, Варданяну стоило бы уяснить для себя, как изменилась ситуация в регионе после 44-дневной войны. Это в начале 90-х можно было договариваться с командованием 366-го полка. А сегодня правила игры диктует уже Азербайджан. Азербайджан не просто вышиб оккупантов из долины Араза и из городов Гадрут и Шуша. Азербайджан доказал свое военное, политическое и экономическое превосходство. Как показала операция «Возмездие», сепаратисты больше не имеют прежней свободы рук в Ханкинди. Так что если Варданян действительно вознамерился спонсировать арцарское сопротивление, его можно предупредить. Как в Азербайджане поступят со спонсорами терроризма, методом тыка лучше не проверять.